Еще раз. Вы приехали из Таврополя в Дагестан. На чем? На каком виде транспорта? Со Ставрополя в Дагестан на машине вместе с родителями. Ехать туда где-то день, что ли, даже несколько часов, я точно сказать не могу. Давно это было? Ну, смотрите. В Таврополе я была, когда мне было 8 лет. Сейчас мне 15. То есть, я переехала, когда мне было 8. Вы приехали к родственникам? У меня там живет бабушка и тетя. И туда я к ним езжу. Нет, вы переехали к родственникам? Вы уехали из Таврополя в Дагестан к родственникам? Нет. А почему? Сюда мы переехали, потому что у моего брата, ну, родного брата здесь работа, так же и у мамы. А как они получили работу в Дагестане, если вы жили в Ставрополе? Ну, моя мама уезжала в Дагестан по работе. То есть, и она, и брат, они здесь работали. И от того, что у меня было у бабушки, они не могли меня здесь оставлять. И поэтому мы решили точно приехать в Дагестан. Ну, так получилось, так решили мои родители. Нет, какой работы нету в Ставрополе? То есть, она не парикмахер, она не учитель, она не айтишник. Что она делает такого, что во всей России нет, а в Дагестане есть? Или это секретная информация? Ну, это секретная информация. Так захотелось моей маме и моему брату. Я ничего с этим поделать не могу. Нет, ну, просто интересно. Ничего с вами. Скажите, а вы живете в Дагестане. Вы про Дагестан что-нибудь знаете? Ну, язык, песни, про людей рассказать. Мне так вот эта тема интересна. Ну, людей знаю. Песни знаю. Ну-ка, спойте песню. Ну, сейчас вот в России поют, я русский. А в Дагестане что? Какие песни популярные? Вот, национальные. А вы поете, я дагестанец, нет? Нет, здесь таких песен нету. Здесь я в основном другие песни. Я не люблю петь. Не могу только исполнителей взять. Это я знаю. Ну, давайте я... Вы назовете мне название песни, а я в Ютубе найду, мы послушаем. Давайте. Мне как-то неудобно. Давайте, Володу, будете задавать подписи. Нет, я говорю, вы назовете дагестанского исполнителя, а я в Ютубе его найду, и мы послушаем песню из Ютуба. Ну, допустим... А почему так интересно? Вот я недавно скучала бурятский рэп, он на бурятском, представляете? Бурятский рэп на бурятском. Почему? А что, а в Дагестане нету рэпа или что? Ну, своего, чтобы это был точно ваш язык? Ну, я могу сказать, опять же, я слушала в основном только диктору русского. А вы, наверное, не знаете дагестанский язык, да? Я не знаю дагестанского языка. А он так и называется дагестанский, или как он называется правильно? А вы про что именно? Ну, в Дагестане на каком языке говорят люди? В Дагестане говорят на разных языках. Чеченский, аварский, вергинский, рутургский, полугайский, лизгинский. Ну, а в школе какой преподают? В Дагестане же есть свой официальный язык в школе? Ну, в Дагестане в школах говорят на русский. Здесь разделены, скажем так, родные языки. То есть есть дагестанская литература? Лизгин ходит на лизгинский. Вот, но дагестанские песни, то есть у вас в Дагестане нет дагестанских шаманов каких-то своих, вот там, Киркоровых, там, Пугачевой? В Дагестане есть люди, которые ходят на лизгинском, но я их не знаю. А вы их не знаете, окей. Похочем с вами их не знаю. Но вы все-таки получили образование в Дагестане, и вы не знаете ни одного языка? Я еще в школе учусь. Ну да, но вы не изучаете никаких местных языков, почему нет? Я учусь в школе, но я хожу на дагестанскую литературу, потому что я амитиска. Вы понимаете какие-то слова или какой-то язык, понимаете? Местный язык какой-нибудь. Я сам язык понимаю, но на нем, скажем так, разговаривать не умею. А что вас останавливает? Вам не хочется? Просто я так, ну, просто с родителями. Я не жила. Я была у бабушки, и там в основном со мной разговаривали только на русском. Не, ну, знаете, вот сюда приезжать. Я помню, я приехала в Америку в 99-м, и мне очень хотелось общаться с людьми, которые говорят по-русски. И я приехала в маленький городочек в Теннесси, там никого не было русских. И мой муж узнал через какие-то знакомые, что усыновили ребенка восьми лет из России. И он говорит, наверное, ему будет приятно, что ты по-русски, и мне приятно. Мы приезжаем в дом, его усыновили там шесть месяцев назад. Рыженький, рыженький такой, знаете, как это, Антошка, Антошка, пойдем копать. Рыжий-рыжий конопат, и его усыновили, я не помню, с какого города. Вот, и я зашла в дом, дом офигительный, комната у него какая-то просто, как музей, детский музей. И я такая, привет, как дела? А он говорит, hi, how are you doing? Я говорю, ну, ты говоришь по-русски? I don't remember Russian. Я говорю, а когда он его усыновил? Ну, буквально там пять-шесть месяцев. Ну, то есть никакого общения не было, у него не с кем общаться. И он забыл его. Все. Ну, я немножко говорила по-русски, а он немножко мне отвечал на английском. То есть он еще понимает. Но язык у него уже больше не поворачивался. Если вы восемь лет приехали в другую страну, вы же могли точно так же забыть русский. Не, ну, даже если не забыть, но поддерживать, конечно, но к вам должен был прилипнуть местный диалект. Прожить всю жизнь, ну, осознанную жизнь в Дагестане, и не почувствовать вкус Дагестана через музыку дагестанскую, язык, школу, друзей. А тогда, получается, где Дагестан? Вот Америка здесь есть, а у вас Дагестана, значит, нет. Все округа общения, в основном, состоит из русских и из других национальностей. Я общаюсь довольно с разными людьми, с разной национальностью. И все они говорят на русском. Я жил в Дагестане, здесь я говорю. Вам не грустно, да, что уничтожили Дагестан? В каком плане уничтожили, где уничтожили? Сам Дагестан является частью, ну, диспугольной. Вы не сможете, не смогли бы 8 лет приехать во Францию и говорить со мной вот на таком прекрасном русском, понимаете? Вы не смогли бы приехать в Данию, вот с 8 лет жить в Дании, вот вам сейчас 15, да? У вас бы не было такого русского. Вы не смогли бы жить вот 7 лет в Швейцарии, и вот так, у вас бы язык был вот такой, я немножко говорю по-друсски. Я знаю, у меня друзья уехали, и у них дети не разговаривают на русский. Они могут, мама, я хочу мадозанного. Все. Они могут понимать немножко, ну, конечно, не такую беседу, как у нас, а там, помой руки, закрой дверь, не кричи, не обижай брата. Все. Получается, нету Дагестана, я и говорю, вам не жалко? Ну, Дагестан такая же странная, как Франция, почему Франция существует, и в нем дети из разных стран начинают говорить по-французски сразу же, там, через 3 месяца, а в Дагестане можно прожить всю жизнь и не почувствовать вкус Дагестана. Вам не жалко эту страну? Франция же не уничтожена, Дания не уничтожена, Бельгия не уничтожена, а Дагестан уничтожен. Вы этого ничего не понимаете? Ну, если бы Дагестан весь переехал в Россию, и в России все говорили по-лизгински, как вы сказали, по-чеченски, и не было больше русского, вам не было бы жалко? Почему не должно быть жалко? А почему вы считаете, что... Вам бы не было жалко русский, если бы он точно так же был поглощен, ну, дагестанскими диалектами? С чего вы взяли бы все это? Вам бы не было жалко, ну, что Пушкина больше никто не читает, Чехова не читает, что и русского больше нет. Вам не было бы жалко русский? Где он точно так же может пропасть? Частично было бы жалко, но, опять же, смотрите, я повторюсь, я жила там, где со мной разговаривали на русском, со мной прекрасно разговаривали на русском. Я живу в Дагестане. Скажите, а вот такой вопрос, если вы выйдете замуж за дагестанца, и у вас будет сын, ну, или дочка, ребенок, Я не планирую за дагестанца выходить. Ну, видите, вот это что такое? Ну, возможно, давайте я сама буду решать, за кого буду выходить. Все-таки моя жизнь, и все зависит от меня, вы живете, вас кормят Дагестан. Вас кормят, вас не только одну кормят, у вашего брата кормят Дагестан, вашу маму кормят Дагестан. Вы должны землю Дагестана целовать каждый день. Он вас приютил, он мог вас не принимать. Он дал маме работу. Вы не уважаете Дагестан, нисколечко. И даже музыки, даже не можете назвать музыканта дагестанского. Я же не попросила вас посчитать от 10. У вас не разгрузили. У вас не разгрузили. Я не уважаю Дагестан. Вот хоть одну причину. Вы же не сказали, что я же выйду замуж по любви, и кто человек какого полюблю, такого полюблю. Вы именно дагестанцы не воспримите, как суженого, ряженого. Это я в шоке.